Возьмем стакан с газированной водой и кладем туда чайную ложку соды. Перемешаем. Газировка – это сплошная химия, а вот Морс – продукт натуральный. Такой вывод воспитанники детского сада «Солнышко» из Новой Чемровки сделали после собственноручно проведенных исследований. И сейчас для развития познавательных способностей посредством опытов в дошкольном учреждении будет создана мини-лаборатория. Детский сад на приобретение необходимого оборудования от фонда Александра Прокопьева получил грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. Детский сад «Солнышко» села Новая Чемровка. Реализовать свои развивающие и творческие проекты получится еще у четырех детских садов Зонального района. Все они также вошли в число победителей. Дошкольные учреждения – сел Клешково, Соколово и Зональное – участвовали в номинации «Игра – это серьезно». Проекты направлены на изучение правил дорожного движения. Эта тема очень актуальна. Вообще не только в Зональном районе, по всему Алтайскому краю. Дети – это наше будущее. Мы должны обеспечить им безопасность. Современное оборудование, а также различные игровые комплексы, которые будут приобретены на средства гранта, помогут дошколятам более качественно изучить правила дорожного движения, что, безусловно, поможет сократить число аварий с участием детей. Мы первоначально начинаем знакомить детей с правилами дорожного движения. При поступлении в школу он должен знать и уметь, как переходить улицу, на какой свет и прочие-прочие правила. Как вести себя в транспорте, как выходить из транспорта. А вот в дошкольном учреждении села Буланиха уверены, что, отправляя ребенка в первый класс, он не только должен знать правила дорожного движения, но и правильно говорить. Поэтому детский сад представил проект, направленный на развитие детей с патологией речи. Руководство планирует на полученные средства оборудовать логопедическую комнату для индивидуальных занятий. Если им не поправить речь, то у ребенка просто будет дисграфия. Это нарушение письма. Ребенок слышит, пониматический слух мы развиваем, и, соответственно, ребенок будет правильно написать. Реализация проектов в дошкольных учреждениях зонального района начнется уже в ближайшие месяцы. А тем временем к защите своих идей готовятся детские сады еще четырех крупных районов Алтайского края. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей.